Здравствуйте, дорогие ребята! Съема нашего сегодняшнего урока Николай Васильевич Гоголь Страницы жизни и творчества Сегодня на уроке вы узнаете о жизни великого писателя, выделите основные этапы жизни Гоголя, узнаете о людях, которые повлияли на выбор творческого пути писателя, исследуете критические отзывы на книги писателя, выполните задания, используя материал урока. Хочу обратиться к высказыванию Ивана Сергеевича Тургенева о Гоголе. Человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы. Человек, которым мы гордимся, как одной и слав наших. Николай Васильевич Гоголь, пожалуй, самый странный и удивительный писатель в русской литературе, который прожил не более 43 лет. Человек часто задается вопросом, при стечении каких обстоятельств рождаются гении. У классика русской литературы польско-украинские корни. Его родиной была Полтавская губерния. Родился знаменитый писатель в селе Великие Сорочинцы. Отец писателя, Василий Афанасьевич, был прирожденным рассказчиком. Он писал пьесы и ставил их в домашнем театре. Мать Гоголя, Мария Ивановна Кассировская, считалась первой красавицей Полтавщины. Ее отличал врожденный ум и наблюдательность. Мария Ивановна Кассировская была глубоко религиозной женщиной. И эту религиозность она привила своим детям. В ней отмечался тонкий ум, наблюдательность и одаренность. Николай Васильевич Гоголь унаследовал отцовский талант. Первые стихи он начал сочинять в пять лет. В 1821 году Гоголь поступает в Нежинскую гимназию, где его талант к сочинительству проявляется ярче. Учиться писатель не любил, но актерский талант Гоголя замечали все. Он с удовольствием играл в любительском театре Нежинской гимназии, а также шил декорации и костюмы для любительских спектаклей. Вместе с одноклассниками выпускал сразу несколько литературных журналов. В 1828 году Гоголь заканчивает Нежинскую гимназию. Он мечтал принести пользу родине на государственной службе и поэтому отправился в столицу. В Петербурге девятнадцатилетнего юношу ждал полный крах его иллюзий. В одном из писем к своей горячо любимой матери писал Гоголь. Петербург показался мне вовсе не таким, как я думал. Я его воображал красивее и великолепнее. Это все заставляет меня жить, как в пустыне. Я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия – видеть театр. Устроиться на государственную службу не удалось. Стать актером тоже. Деньги стремительно таяли. И холодный сырой климат Санкт-Петербурга сводил с ума юного Гоголя. Романтическую поэму Ганс Кюхельгартен, которую Гоголь опубликовал под псевдонимом Аллов, критики разгромили. Потрясенный Гоголь скупил весь тираж поэмы, сжег его, а оставшиеся деньги потратил на поездку в Европу. После путешествия жизнь Гоголя стала потихоньку налаживаться. Он смог поступить в департамент государственного хозяйства и публичных зданий. После этого Гоголь не раз менял службу. 1830 год стал знаковым для Гоголя. Он познакомился с Жуковским, Дельвигом и Плетнёвым. Благодаря Жуковскому Гоголь оказался в обществе самых умных и талантливых людей России и стал своим в литературных кругах. Дельвиг начал печатать статьи Гоголя в литературной газете. Плетнёв устроил встречу с Пушкиным. Пушкин и Гоголь не просто дружили. Пушкин подарил Гоголю идеи для создания комедии «Ревизор» и поэмы «Мёртвые души». В 1831 году выходит первая книга Гоголя под собственным именем «Вечера на хуторе близ Тиканьки», которая принесла писателю настоящий успех. Публика была в восторге. Вдохновением для этой повести стали воспоминания о родных краях. В холодном сером Петербурге Украина представилась Гоголю сказочным краем. Хочу обратить ваше внимание на высказывание Пушкина, его впечатление о прочитанной повести. Сейчас я прочёл «Вечера близ Тиканьки», они изумили меня. Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Всё это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Необыкновенная лиричность, мягкий юмор, сочетание озорства и пугающей мистики привлекали читателя. Украина, бывшая задворками Российской империи, вдруг стала невероятно близкой и экзотичной. Гоголь превратил её в мир романтической мечты, где торжествует любовь, а человек побеждает нечистую силу. Что такое каждая из его повестей? Она начинается глупостями, продолжается глупостями и кончается слезами. И всё это вместе называется жизнь. Так откликнулся на эту повесть Виссарион Григорьевич Белинский. В 1836 году Гоголь надолго уезжает в Европу и возвращается только через пять лет. В Москве он начал работать над вторым томом «Мёртвых душ», закончив, сжёг его. Всего через девять дней после сожжения рукописи Гоголь умирает. Сам Николай Васильевич Гоголь, как бы предчувствуя свою смерть, говорил «Знаю, что моё имя после смерти будет счастливее меня». А теперь, ребята, используя материал нашего сегодняшнего урока, ответьте на следующие вопросы. В каком году родился Николай Васильевич? Как звали родителей писателя? В каком году Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук? Под каким псевдонимом Гоголь написал своё первое произведение – Ганс Кюхельгартен? Появление какого произведения сделало имя Гоголя известным всей России? А теперь, ребята, проверьте себя. Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году. Родители Гоголя – отец Василий Афанасьевич и мама Мария Ивановна. В 1821 году Гоголь поступает в Нежинскую гимназию высших наук. Алов – такой псевдоним, под которым вышла поэма Гоголя – Ганс Кюхельгартен. Повесть «Вечера на хуторе близ Диканьки» сделала имя Гоголя знаменитым. Влияние Гоголя на русскую литературу было огромное. Не только молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже обретшие известность, пошли по этому же пути, оставивши свой прежний. Так отозвался Белинский на творчество Гоголя. Сегодня на уроке, ребята, вы узнали о жизни великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя. Об основных этапах его жизненного и творческого пути. О людях, которые были близки с Гоголем. Его жизнь, конечно же, может стать примером нам, сегодняшним современникам. Можно поучиться многому у Гоголя, стремиться к цели и добиваться ее. До новых встреч, ребята! Редактор субтитров А.Семкин